Добрый-добрый-добрый день, добрый-добрый вечер, добрый-добрый ночи! У кого какое время, у кого какая страна, с вами снова я, ваша Вивьена. Девочки, поздравляю вас с таким вот праздником, который придумали мужчины, чтобы как-то оправдаться перед нами женским днём. А что, 364 дня мы с вами не женщины? Ну, в любом случае, я вас поздравляю. Пусть хотя бы в один день мужчины будут понимать, что мы женщины, что именно от нас производятся другие люди. И мы растим своих мальчиков для счастья, добра, а не для мяса. Я хочу, чтобы вы все улыбались, чтобы вы не боялись, чтобы у вас был этот свет радости. И сегодня мы посмотрим. Я не просто вам так говорю, потому что сейчас идёт действительно чистка душ, и останутся только те, у кого останется свет в сердце, вот эта доброта. Потому что сейчас нельзя не мстить, ничего. Сейчас просто нужно излучать добро. И говорите, пожалуйста, если вы против войны, то нельзя говорить, я уже сколько раз это знала, нельзя говорить «нет войне». Когда вы говорите «нет», Вселенная «нет» убирает и слышит «войне». То есть вы призываете. Когда вы говорите «чтобы не было войны», всё, Вселенная не слышит этого. Я не знаю, может быть, видео уберу, потому что это слово, в общем-то, сейчас нельзя говорить. Просто излучайте добро, радость и свет. За мир, за счастье, за свет. Мира, счастья, добра. В каждый дом, в каждый маленький очаг. А сегодня мы посмотрим, что уже спешит в вашу жизнь. Кардинальные перемены. Потому что действительно у многих произойдут очень огромные кардинальные перемены. Будем смотреть. Вариантов тут нет. У меня всё без вариантов. Что уже спешит в вашу жизнь. Мы возьмем просто три карты. Они нам будут показывать основную. Дальше мы будем докладывать. Что уже спешит кардинальные перемены в вашу жизнь. В вашу жизнь спешит то, что вы поверите в надежду. Вот знаете, какая-то вера придёт к вам. Ну, давайте смотреть, что за вера. Вера, надежда, любовь. Давайте смотреть. Я вот так отодвину. Так, что уже спешит. Кардинальные перемены. Кардинальные перемены. Знаете, возможно, сначала вы как-то вот, ну, может, у кого-то даже в алкоголь какой-то впадёте или ещё что-то. Ну, вот такое, что вот вы сначала не будете понимать и какая-то вот сидеть, праздность. И думать, вот сейчас бы напиться, забыться и вообще. У кого-то это будет по-другому. Но здесь идёт девятка чаш. Понимаете? Здесь идёт, что сначала вот надежда, у кого-то надежда, вот перемены на то, что что бы ни происходило, а любовь есть. Что бы ни происходило, а любовь есть. Какие перемены? Возможно, вы кого-то, у кого-то есть, что спешит в вашу жизнь. В вашу жизнь, возможно, с кем-то идёт ссора или вы отрежете этого человека. Потому что узнаете о том, что, вот я говорю, у вас как бы праздность, а у вас, может быть, ступор такой будет. Вы отрежете этого человека, потому что вы узнаете о нём вот его какие-то похождения. Но самое главное, у вас будет надежда на будущее. Вот вы отрубите, и у вас будет надежда на будущее. Что войдёт в вашу жизнь? У кого-то проявятся магические способности, а кто-то узнает, что кто-то на вас тю-лю-лю делает. Но это вообще карта, мы сейчас посмотрим, что она даст. Говорит о том, что вы станете намного сильнее. Ваш ум прояснится. Да, тут идёт, что кардинальные перемены, вы отрежете что-то. За что вы так держались? За что вы так держались? Вы это отрежете, и у вас будет надежда на лучшее будущее. Давайте посмотрим ещё, потом ещё посмотрим, что войдёт в вашу жизнь. В вашу жизнь найдёт надежда на то, что вы откроете клетку, в которой вы сидели. Вы и ключ найдёте, и дверцу откроете, и станете свободны. Вы по-другому начнёте мыслить. Вы вдруг поймёте, что то, что вы слышали, знали, совсем не так, а наоборот. Давайте посмотрим, что войдёт в вашу жизнь. Да, понимаете, вы станете, может быть, жёстче, но вы станете... Вы откроете клетку и станете королевой. Королева мечей. Королева мечей, да, она может быть расчётлива, холодная. Это только внешняя оболочка. Кто в душу или к сердцу приблизится к королеве мечей, тот просто удивляется, насколько там много силы. Что ещё войдёт в вашу жизнь? А знаете как? Вот вы как бы откроете клетку, да, и скажете, а пусть идёт, как идёт. И вы будете меняться. То есть сначала вам будет тяжело, вы будете очень жёсткой. Возможно, с теми переменами, которые кардинальны, что вы узнаете какое-то предательство или что-то. И придётся как бы поругаться, отодвинуть этих людей. Это может быть мужчина, это может быть ваши какие-то и родственники, и знакомые. Каждый смотрит по своей ситуации. И вы будете из жёсткой такой Маргарет Тэтчерд, Маргарет Тэтчерд, кто помнит, Железная Леди, превращаться в женщину, которая знает, что ей надо, и идти вперёд. Но через переход. Дуракам всегда везёт. То есть иду по дороге прямо в изумрудный город. Что ещё? О! И тогда вот после того, как вы как бы переродитесь, эти кардинальные перемены вообще идут, вообще идут кардинальные перемены. Здесь идёт изменение сознания. И тогда в вашей душе и в вашем окружении будет мир. Что за мир такой будет? Мир наступит. И тут идёт такое кардинальные перемены, что очень... Вот понимаете, как бы... Я смотрю общий расклад. Но тут говорится о том, что именно женщины Земли из жёсткой превратятся в тех, которые держат факел мира. Факел какой-то доброты. И мир, мир, мир. Что за мир такой? А женщины... Вот я могу сказать, вы примените это в личной жизни или вообще к планетик нашей. Здесь идёт такое, что женщинам высшие силы... У каждого своё высшее я. Хроники Акаши. Кто-то... Эти высшие силы дадут те знания, откроют то древнее ДНК. И вот этой силой древности мира вы откроете вот это... Вот вы построите этот мир. Мир добра, счастья, справедливости. Ну, это так. Да. Но надо будет делать выбор. Вот какие кардинальные перемены. Я вначале сказала, надо будет делать выбор. К белым или к тёмным. Выбор будет очень серьёзный. Что за выбор? И выбор будет, если у кого-то в личной жизни, то выбор будет и с мужчиной. Даже если это и вообще про жизнь. Мужчины показывают сторону... Ну, силы. Сторону... Они держат в руках там арбалеты и с самого начала и всё такое. Это показывает, что вам придётся выбрать за жёсткость или за счастье, за мир. И принять решение. Оно будет тяжёлое. У кого в личных, то придёт какой-то мужчина и нужно будет сделать выбор. Нужно будет сделать выбор. Так, давайте дальше смотреть ещё. Интересный расклад. Интересно. Карты говорят нам. И вы. Тут получился и мужчина. Я просто убрала. Что вам спешит в вашу жизнь? Я вам говорю, спешит то, что вы обретёте своё истинное Я. Вы научитесь слушать Высшее Я. Заходите к нам на Телеграм. Подписывайтесь на Телеграм. Всё есть в описании и в закреплённом комментарии ссылки. Потому что там будем выкладывать, там будем делать, возможно, и медитации. Именно чтобы вы обрели своё Высшее Я. Вы стали сильной, мужественной и в то же время светлой и доброй. Идёт то, что вы обретёте себя. Обретёте свои мысли. Обретёте себя. Но через выбор, через серьёзные вот такие вот разрушения. Вот тут не вышла карта карта башни. Здесь немножко по-другому. Но всё равно это очень сильно вас заденет. Очень вам будет больно. Что? Что спешит в вашу жизнь за кардинальные перемены? Кардинальные перемены. Ну да. Вышла карта и мага там. Понимаете, вот маг. И здесь дьявол. Здесь действительно будет очень большая ломка, потому что нужно будет выбрать, как войти к свету, карта мир, через мага и через дьявола. Дьявол — это не всегда плохо. Это говорит о том, что вы настолько будете двигаться вперёд, потому что искушение, когда не можешь противостоять, настолько можете двигаться вперёд, для того, чтобы достичь света. Но будет выбор. И опять идёт выбор. Вам решать к белым, к светлым или к серым. У кого-то действительно это будет мужчина, от которого надо будет оторваться, как абьюзер. Или это будут те правила, догмы, законы, которым вы придерживались и окажется, что это надо отрезать, потому что это неверно. Потому что это король мечей. Вот вроде бы он ваш, да, вы так вот считаете, там тоже выходила королева мечей. Он ваш, он ваш, как вы говорите, по судьбе, это может быть и какие-то вот догмы, правила, которые придуманы мужчиной. И он будет говорить, да, это всё по правилам, это всё так вот, как мне. Потом вы поймёте, что это не ваше, что надо от этого отходить, лететь далеко, далеко, далеко. Какие перемены? И знаете, эти перемены, какие будут, паш мечей. То есть это будет всё зарождаться, оно будет не сразу. Ну, здесь вы выиграете, это пусть будет не сразу, но здесь вы, вы, вы здесь. Ой. Давайте ещё посмотрим. Видите, как-то плохо, плохо. Камера. Да, помните, я вам сказала, и вы будете с факелом идти вперёд. Где-то вы будете отражать атаки, а где-то вы будете вперёд. Но у вас будет гореть огонь. Да, такой выбор будет тяжело, потому что всё, что вы знали, что вы понимали, оно было вот так, например, 2 умножить на 2, 4, а вам доказывали, что 2 умножить на 2, это 5. И вы отбросили эту неправильную какую-то информацию, вам будет тяжело, да, как загнанный в угол, но с чем это закончится? А закончится сила. Закончится сила. То есть, ваша сила, вы победите, то есть, вы побеждаете огромного, вот в этих картах, побеждаете огромного удара с львиной головой. Да, и у вас тогда начнётся продвижение вперёд. Но здесь у вас идёт такое, что кардинальные перемены могут пойти в белое и в тёмное. Всё зависит от вас. У вас будет выбор. Ну и давайте посмотрим всё-таки больше в процентном отношении, что вы выберете. В процентном отношении. Ух ты, смотрите, змея. Большинство из вас в процентном отношении выберет мудрость и стабильность. Понимаете, карты мудрости, стабильности, устойчивости и законодательства. Но какие будут законы, это вы примите. Понимаете, вот что идёт. А что даст вот эта мудрость? А мудрость даст силу. Медведь. Мудрость даст силу. Что-то нужно будет, да, всё равно, в любом случае, что-то нужно будет потерять, чтобы получить. Отсеете кого-то, да. Может быть, тех, кого очень вас, кого любили, уважали, ещё что-то. Но через такое нужно пройти. Вот такой у нас был расклад. Пожалуйста, подписывайтесь в группу Телеграм. Кому надо лично, пожалуйста, мои контакты. Есть пока так, по-другому. Потом буду, напишу, как можно будет оплачивать. Пожалуйста, заходите. В Телеграме я отвечаю на ваши вопросы. Ну, которые можно ответить. Полностью про вашу жизнь я рассказывать не буду. На вопрос да и нет я там отвечаю. Поэтому подписывайтесь, мы там общаемся. Пока-пока. С вами была Вивьена. До новых встреч. И ещё раз радуйтесь. Света и добра, девчонки. Пока-пока. Пишите. С праздником. Пишите.